Привет, я Митяй, это «Мужская кулинария». Сегодня я покажу, как замариновать курицу и затем приготовить ее на гриле. Итак, что мы имеем? Значит, здесь у нас крылья, здесь у нас грудка. У нас есть набор специй, у нас есть масло, у нас есть соус. И из этого мы сделаем отличный замут для крыльев, а также для грудки. Мне часто приходится готовить на больших въездных пикниках, на природе, на большую компанию. И подготовка всегда занимает очень много времени, очень много сил. Поэтому приходится придумывать способы, чтобы сделать все быстрее и проще. И сегодня я покажу вам один из этих способов, который помог мне сэкономить кучу времени и сил. Вот, самое забавное, что в основе этой оптимизации, этого лайфхака лежит простой целлофановый пасовочный пакет. Дело в том, что раньше, когда я готовил курицу на большую компанию, я ее нарезал, индивидуально обрабатывал каждый кусок специями. Сейчас все очень просто. Курица помещается в пакет. Туда же мы добавляем набор специй. В данном случае это соль, перец, сушеный чеснок и розмарин. Соль, перец, чеснок, они практически во все блюда, которые я готовлю, входят по умолчанию. Далее оливковое масло добавляем сюда же в пакет. Вот, затем мы берем пакет, оставляем в нем воздух, аккуратненько закручиваем и все это таким вот образом перемешиваем, чтобы специи и масло покрыли каждую грудку равномерно. После того, как это сделано, курицу можно либо сразу жарить, либо оставить мариноваться на полчаса, на час, на два, на четыре. В принципе, в холодильнике можно ее даже оставить и на более длительное время. Теперь перейдем к крыльям. Когда мы говорим о крыльях, то крылья бывают такие трехсекционные, а бывают двухсекционные. Из трехсекционного в двухсекционное крыло превращается путем отрезания вот этого хвостика, который, в общем-то, нам не нужен. Далее у нас остается два вот таких вот, две половинки, две секции, которые нужно аккуратненько разрезать. Вот здесь полезно знать, что разрезать можно ровно через сухожилие, то есть не резать хвостик, разрезать ровно пополам, аккуратненько, чисто и достаточно легко. Крылья хороши тем, что они недорого стоят, но их особенность заключается в том, что они дольше готовятся на гриле, ввиду того, что они содержат в себе кость. И мы берем то же самое, следующий пакет, обычный фасовочный пакет, загружаем туда крылья. Следом тот же самый набор специй. Это соль, перец, чеснок. В этот раз обойдемся без розмарина. Но для того, чтобы сделать крылья попекательнее, поострее, добавим туда кисло-сладкий китайский соус. В данном случае масло оливковое, что не имеет принципиального значения, можно использовать любое растительное масло, подсолнечное, кукурузное, то, которое есть в наличии. И крылья, в отличие от грудки, лучше оставить мариноваться подольше. Поскольку мы делаем их вместе, то мариновать будем и то, и другое. Оставляем курицу мариноваться на полчаса, а затем жарим на гриле. Гриль загрет. Нам остается лишь аккуратненько так высыпать на него курицу. Мы, кстати, начали именно с крыльев, потому что крылья готовятся чуть дольше, ввиду того, что в них, как я говорил раньше, содержатся кости. Куриную грудку мы точно таким же образом высыпаем прямо в середину гриля. Складываем гладкой стороной вниз, чтобы при этом у нас все не сгорело напрочь. Просто накрываем гриль крышкой, и огонь гаснет. С внешней стороны крылья начинают подгорать, а внутри они еще не готовы. Поэтому нужно их срочно спасать, и в этом нам поможет фольга. Просто аккуратненько разложим ее прямо здесь. И сверху набросаем на нее этих самых крыльев. Все готово. Порадуйся себя и своих близких вкуснейшей курицей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова